Привет, Библия! Тема «Слово рядом с нами» Текст Старозакония 30.11.14 Сегодняшнее слово – это то, что Моисей сказал израильтянам в конце их долгой жизни в пустыне. Все взрослые, которые бежали из Египта с Моисеем и пересекли Черное море, погибли в пустыне. И дети, рожденные в пустыне, теперь выросли и готовились войти в Ханаанскую землю вместе с Моисеем, Иисусом Навином и Халевом. Но только Моисей не мог войти в эту землю. Бог не позволил Моисею войти в землю Ханаан, но дал Моисею роль помогать израильтянам войти в эту землю. Моисей, который не мог войти в Ханаанскую землю, с искренним сердцем оставил израильтянам просьбу. В авторозаконе, 27 главе, Моисей сказал израильтянам, «Когда перейдете Йордан, вы идите на гору Гевал и гору Горизим в районе Сихима, и там провозглашайте громким голосом слова проклятия и слова благословения». И в также 28 главе Моисей сказал о том, как израильтяне будут благословлены Богом, и как они будут прокляты Богом, и как народ будет уничтожен. Моисей сказал израильтянам, что если будешь слушать гласа Господа, придут на тебя все благословения. Он также сказал, что благословен плод чрева твоего, и плод земли твоей, и плод скота твоего, и благословен ты при входе твоем, и благословен ты при выходе твоем. Но Моисей сказал, что если же не будешь слушать гласа Бога, то придут на тебя все проклятия. И он сказал, что вы непослушные, будете болеть, проиграете войну, и в конце концов страна погибнет, и вы будете рассеяны по всем царствам земли. Почему Моисей так много говорил о благословениях и проклятиях в конце? Он даже говорил о проклятии вдвое больше, чем в словах благословения. Вероятно, это потому, что Моисей знал израильтян лучше, чем кто-либо. Много раз они не подчинялись Божьему Слову, и жаловались, и роптали. Итак, Моисей, увидев израильтян, был бы полон беспокойства. Когда мы слышим слово проклятие, мы боимся. Но если мы прислушиваемся к Слову Божьему и живем в соответствии с Ним, слово проклятие станет словом, не имеющим к нам никакого отношения. В сегодняшнем тексте Моисей сказал, «Послушание Слову Бога несложно, и это не выходит из рамки ваших возможностей. Слово Божье не на небе очень высоко и не за морем, которое опасно пересекать, но Слово весьма близко к тебе». Слово Божье настолько близко, что мы можем достичь его, если протянем руку. Есть только те, кто далеки от Слова, но Слово всегда рядом с нами. Я надеюсь, вы, друзья, каждый день будете читать слух слова, которые близко от нас, и размышлять над ними, и запечатлевать в душе, и получать благословения, данные Богом. Слово Божье